Братва, не стреляйте друг в друга. Братва, не стреляйте друг в друга. В крупнейшем московском природном заказнике долина реки Сятунь вовсю идет стройка. Хотя строить там нельзя Михаил Морозов, обозреватель труда все статьи автора. Из номера 037 за 31 мая 2019 год опубликовано 21-29 1 июня 2019 года. Комментарии. 1. Версия для печати отправить по почте. По следам знакового конфликта внутри правящего класса. Как сообщает BFM.ru, жители столичных раменок протестуют против строительных работ в крупнейшем московском природном заказнике долина реки Сятунь. Вообще-то в заказнике строить нельзя. Но в 2017 правительство Москвы исключило 20 гектаров из особо охраняемой зоны и отдало его компании Интека под строительство 19, жилых зданий высотой до 50 этажей. Формально закон соблюден. Но застройщик проложил в водоохранной зоне временную дорогу для стройтехники, вырубил деревья и кустарники. Разрешений на это безобразие нет, но никому это не помеха. Мы хотим понизить этажность, говорит Екатерина, жительница расположенного рядом элитного ЖК «Золотые ключи-2». Представляете, если еще здесь воткнуть 50-метровые небоскребы, будет просто кошмар. Какие птички и рыбки. Мы хотим привлечь как можно больше внимания, чтобы выйти на переговоры с застройщиком, обсудить проект, посмотреть, какие у них есть разрешения. Ей вторит другая жительница того же комплекса, известная пародистка Елена Воробей. Она выбрала этот район для покупки квартиры именно из-за соседства заказника. А что теперь? Несколько недель назад на территорию заехала тяжелая техника. По ночам стали вырубать деревья. Жителям района обещали, что здесь будет парк, реку Раменку сделают полноводной, с заводями. Оказалось, все это была ложь. Землю то ли взяли в аренду, то ли выкупили. Чтобы выкупить заказник, не представляю, какими связями нужно обладать. Работают варварски. Зеленую полосу уже выкорчивали. Если потом по дороге пустят тяжелую технику, Раменки не будет. Все это сползет и перекроет одну из немногочисленных водных артерий Москвы. Что ж, обычное дело. В столице и окрестностях часто возникают скандалы, связанные с пресловутой точечной застройкой, уничтожением парков и скверов. Достаточно вспомнить недавние акции в Кунцево, где люди пытались воспрепятствовать застройке зеленых дворов. Регулярно бушуют митинги вокруг дома монстра, воздвигаемого на месте детсада и школы по адресу Мичуринский проспект, 30 Б. Уничтожение заказника. Да сколько угодно. Возьмите, к примеру, прокладку дороги через Лосиный остров. Но, как правило, со строителями и чиновниками, идущими напролом против законов экологии и здравого смысла, воюют обычные жители. Здесь же в роли обиженных оказались люди непростые, среди которых столоначальники и девелоперы, живущие по соседству. Элитные золотые ключи строил небезызвестный господин Полонский, бежавший от обманутых вкладчиков, осужденный, а потом отпущенный на волю российским правосудием. Кое-кто из его партнеров и друзей обосновался здесь еще в давние времена, полагая, что их покой никто не нарушит. Тут же обитают высокопоставленные чиновники, депутаты и прочее знать. Местерасположение золотых ключей один спорное, фактически в черте заказника долины реки Ситун, у самой границы водоохранной зоны. Как и каким образом были получены разрешения, сказать сложно. Но как врут источники, среди имеющих апартаменты непростых людей значится и премьер российского правительства. Правда, Дмитрий Анатольевич там не проживает, а только прописан. Жаль. Неплохо бы ему увидеть своими глазами, что происходит в стране под руководством его правительства. Насколько можно судить из СМИ по полетам вертолетов над Москвой, глава кабинета нередко обитает в своей резиденции в горках близ Рублевки. Но и там, в этой резервации российской элиты, в последнее время на почве нарушения покоя одной части элиты со стороны другой возникают конфликты. Так что есть шанс увидеть среди протестующих против застройки берегов Москвы реки известных персон с плакатами. Там очередные строители подбираются уже к самой Николиной горе. Точка. Бывает, подобные строки останавливаются после того, как потревоженные небожители включают административный ресурс и застройщики отступают. А случается, и этот проверенный способ восстановления справедливости и законности не срабатывает у тех, кто строит, свои покровители. Вот и в Раменках, по-видимому, кто-то из высокопоставленных жильцов, приехав на недельку-другую в московскую квартирку, обнаружил, что под окнами в заказнике затевается возведение небоскребов. Срочно нужен народный протест. Да вот проблема, с простым народом в элитных пространствах напряженка, протестовать некому. А когда люди выступали против строительства дублера Кутузовского проспекта, проходящего как раз по заказнику Ситун, олигархи и чиновники из числа местных жителей были на стороне власти, изящно обходящий закон с помощью своих депутатов. Ведь дорога дублер прокладывала кратчайший путь к их румблевским резиденциям. Теперь краны и бульдозеры берут в кольцо уже их самих. Это примета времени. Строители торгуют мифами об экологически привлекательном жилье, зелень, рядом парк, озеро, река и т.д. и т.п. Рекламные зазволки все чаще оказываются враньем, потому что и в Москве, и в других мегаполисах в результате бурной деятельности у строителей Новой России заповедных мест остается все меньше. А начиналось это с уничтожения в 90-х последнего сквера на Остаженьке. Место тогда потребовалось якобы для благого дела строительства Центра оперного пения Галины Вишневской. На деле образовалась очередная элитка для знати с оперной студией на цокольном этаже. Ныне на Остаженьке не только скверов, но и деревьев не осталось. Пыль, постоянные пробки, какая уж элитарность. Теперь страдают не только простые смертные, но и небожители. Помните, в 90-х, в эпоху малиновых пиджаков и золотых цепей на бычьих шеях, из всех щелей неслась приблатненная песня с жалостливым припевом «Братван, не стреляйте друг в друга». Похоже, у старого хита есть все шансы зазвучат с новой силой. Субтитры создавал DimaTorzok